Физики и информатики Пушкинского университета на обычной лекции по технологии программирования и методам алгоритмизации. Порядка 40 студентов из двух групп внимательно слушают преподавателя. Тема сложная, одна для всех, а вот восприятие материала у каждого разное. На процесс усвоения влияет самочувствие, режим дня, личное переживание, да и множество других факторов. Но этим студентам повезло. Их преподаватель придумала, как восполнить пробелы в знаниях. Избежать белых пятен в вузовской программе помогает школа Паскаля. Школа Паскаля работает несколько лет. Ну, ориентировочно 3-4 года она работает. И надо сказать, что возникла она спонтанно, на лекции, на занятиях, когда студенты говорят, нам бы еще вот эту вот тему объясните, а уже звонок. Я говорю, послушайте, приходите сегодня в 3 часа, я приглашу старшекурсников, они вам объяснят. И когда старшекурсники услышали, что есть возможность немножечко побыть учителями, для них это тоже игра. С одной стороны это игра, с другой стороны, я все время напоминаю, вы тоже были первокурсниками. Вам было тяжело? Да, нам было тяжело. Ну так помогите другим, они с таким удовольствием это делают. Павел Алихвер еще недавно сам получил диплом по специальности физика-информатика. По-настоящему увлеченный программированием, он поступил в магистратуру на специальность математика и компьютерной науки. Есть большая вероятность, что через год и 8 месяцев он останется преподавать в родном университете, а пока своими знаниями он делится в школе Паскаля. К преподавателю страшно подойти, потому что иногда стесняешься, иногда боишься, иногда не хочешь отвлекать, потому что идет там лекция, тебе надо это все еще записать, потому что тебе это потом нужно выучить. А здесь это свободное общение. Я встречался еще на своем первом курсе, еще когда был студентом, часто с такими вопросами, что как это сделать, кого можно спросить. Старшекурсники казались какой-то такой недосягаемой чертой, страшно было спросить, господи, это какие-то страшные люди. И когда организовала вся эта инициатива, было достаточно интересно даже для своего педагогического опыта. Изучить языки программирования Паскаля, БЦ, Делфи и Си Шарп, математический анализ, производные интегралы и пределы, без посторонней помощи вникнуть в эти темы на первых курсах задачи не из простых. Поэтому Павел и другие тьютеры стараются в простой доступной форме донести эту информацию до студентов. А те, в свою очередь, заранее готовят для них вопросы, сбрасывают на электронную почту, либо один на один выясняют интересующие моменты. Это не обязаловка, это чисто по собственному желанию, и это приносит свои плоды, потому что изначально ты действительно чего-то не понимаешь, где-то какие-то недопонимания, боишься иногда подойти к преподавателю, что-то спросить. Бывает, что просишь помощи у друга, у знакомого, а здесь ребята такие же, как мы, понятно, все объяснят охотчивым языком, и еще немножко практики дома, и ты начинаешь делать успехи. Волонтерская деятельность является визитной карточкой нашего университета. Она у нас развита, процветает, мы постоянно находим что-то новое, интересное. У нас на каждом факультете есть волонтерские отряды, в основном работа волонтерского отряда зависит от направленности факультета. Если это биологический, географический факультет, как правило, это экологическая направленность. Социально-педагогические, психолого-педагогические факультеты в основном оказывают помощь нуждающимся категориям лиц. Юридический факультет оказывает юридическую поддержку. Четырёхлетняя практика работы школы Паскаля показывает, что такая тьютерская поддержка важна для студентов и многим она помогла. А потому, возможно, и в других учреждениях образования захотят взять её на заметку.